Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова жалеет о ссоре с Алексеем Купиным и пытается с ним помириться. Она приносит ему в спальню шарики, готовит завтраки. Девушка признает, что недостаточно уважала и ценила Алексея. Она понимает все свои ошибки и будет работать над их устранением. Но Купин не хочет быть с Майей, хотя у него и есть к ней чувства. Алексею очень нравится Яне Шелестовской. Именно с ней он пошел на дружеское свидание в кино. Иосиф Аганесян и Саша Чернов в последнее время стали все чаще ссориться. Масло в огонь подлило фото Иосифа с бывшей пассией. Теперь уже никто не поверит, что после такой стройной красотки Аганесян нашел что-то привлекательное в полной и скандальной Черно и что он живет с ней добровольно. Иосиф в последнее время сдружился с Машей Кахно. В недавнем эфире он пошутил, что не против поменять Черно на Кахно. Признание молодого человека вызвало у самой Саши очень бурную реакцию. Она устроила ему сцену ревности. Сейшельские участники рады приезду Ольги Бузовой. Они рады знакомству с ней, публикуют совместные снимки и восхищаются Ольгой. Фил Костробов поддержал Лилю Четрару, которая очень переживает из-за предательства Сергея Захарьяша. Он приготовил ей дружеское свидание на берегу океана. Также ведущие отправили их вместе в отель без камер. Ваня Барзиков следит за событиями на проекте. Он обратился к Лиле и посоветовал ей простить Захарьяша. Лиля, прости дурака, пишет он. Вы любите друг друга, это самое главное, все остальное забудется. Олеся Лисовская поделилась радостными событиями. На зависть злым женщинам, пишет она, мы покупаем двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Она стоит 17 миллионов. У меня были отложенные деньги, также помог мой отец. А Вальтер продал свой сценарий и тоже доложил недостающие средства. Пожалуйста, хватит следить за моей жизнью, вам реально заняться нечем. Стали известны подробности свадьбы Наде Ермаковой. Она выходит замуж в октябре, ее будущего мужа зовут Артем, он звукорежиссер проекта. Ребята познакомились 10 лет назад. В день свадьбы они улетят в свадебное путешествие, Надя сменит два платья, а кольца будут из белого золота с гравировкой. Семен Фролов, который пробовал себя в кастинге на новую фабрику звезд, прошел отбор. Он попал в команду Виктора Дробыша. В сети сплетничают о женихе Алены Водонаевой. Близкие знакомые диджея Косинуса говорят о том, что он нищий и безвольный. Он не смог заработать на свое жилье, живет в квартире родителей. Также он не способен оплатить отдых, значит за него всегда платит Водонаева, то есть он попросту Альфонс. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.